Салют, друзья! С вами Денис Пахомов и это рубрика Будни Викинга. Небольшой видеоотчетик за прошедшую недельку. Как вы заметили, я практически не выпускаю новых видео касательно гири, касательно всего остального. В принципе, остались только вот такие разговорные видеоблоги, потому что есть небольшая травма плеча. Не буду углубляться, стало чуть хуже. Поэтому последние две недели я отдыхаю, практически ничего не тренируюсь, ничего не поднимаю. Плюс ко всему, эту неделю наша область в красной зоне, залы не работают, сидим дома без работы, ни хера не делаем. Соответственно, я отдыхаю, восстанавливаюсь, массажируюсь, ставлю банки. В плече, скорее всего, под лопаткой где-то зажало нерв, поэтому отдает в трицепс, поэтому принимаю все необходимые меры. Что еще на этой недельке? Так, да, в четверг, в четверг все-таки удалось договориться с руководством, приехал в зал, напросился, говорю, все-таки соревнования, надо хотя бы прикидочную тренировочку сделать. Меня пустили на пару часиков, ничего не снимал, дабы не наводить шороху, а то скажут, ты сейчас выложишь, нас всех закроют. Вот, поподнимал аксель, несмотря на то, что уже дискомфортно даже поднимать вверх, поднял аксель на 9 раз, 90 кг полным циклом и толкнул дамбл только правой рукой на 12 раз. Причем дамбл толкал именно дамбл. У нас появился в зале гриф новый, под, это получается аналог гантели инча, то есть сам по себе гриф под блины 50 мм и диаметр ручки 60 мм. Кто не знает, у оригинального дамбла ручка 50 мм, поэтому, ну вот, собрав такую гантельку, она была максимально приближена к тому, что будет на соревнованиях. Немножко побегал Айсланд Кросс, в принципе, плечо позволяет прижимать, дискомфортно не чувствую. Ну, а все подъемы над головой, а их, в принципе, будет там два, это аксель над головой и дамбл, остальные будут беговые, это будет Айсланд Кросс, это будет тяга богатырская с лямками и это будет колодец, тимбр керри. Поэтому, ну, в принципе, за беговые особо не переживаю, там, ну, как бы, на беговых меня, по крайней мере, ничего не будет беспокоить. Я надеюсь, что хотя бы после богатырской тяги отойдет спина. В принципе, даже не знаю, не ставлю, опять же, повторюсь, никаких амбиций, что я там подниму, не подниму, займу, место не займу. Еду куражиться, потому что это будут, наверное, одни из самых масштабных соревнований. В принципе, по стронгу заявилось более 50 участников, будет очень много новых девочек, мне, в принципе, это интересно будет посмотреть. Приедет очень много ребят и новых, и старых, ну, в общем, должно быть круто. Я заявился, как я говорил, в аматорский дивизион, до профика у меня пока далековато, хотя, в принципе, и там веса не скажу, что прям запредельные. Может быть, если бы была получше подготовка и получше самочувствие, я заявился бы в продивизион. Но посмотрим. Пока просто еду кайфануть, без каких-либо там целей, амбиций. Также появилось у меня новое влечение, я продал все свои старые камеры, кроме вот телефона, на который я, в принципе, пишу все свои блоги. И купил себе старенькую полупрофессиональную зеркальную камеру, и хочу начать фотографировать. В принципе, я давно, у меня была любительская зеркальная камера, и я, обычно, если где-то на соревнованиях, любил поклацать спортсменов, половить моменты. В принципе, от этого я кайфую. Никакой коммерции, ну, по крайней мере, пока что все это будет для себя. И вот поездка на соревнования для меня еще и в этом ключе будет. Поэтому не знаю, как мне удастся там и готовиться, и параллельно снимать ребят, которые выступают. Но, в общем, буду пробовать. Постараюсь снять видеоблог, но не знаю, если не получится, то как минимум будет фотоотчет соревнований. Потому что соревнования реально намечаются очень-очень крутые. В принципе, все. Не знаю, на следующей неделе буду что-то выпускать или не буду. Возможно, прямо перед соревнованиями, там, в пятницу мы утром уезжаем. Возможно, в четверг вечером выпущу ролик о окончательном своем самочувствии перед соревнованиями. Удалось ли мне хотя бы немножко успокоить свое плечо или нет. Ну, а если ничего не запишу, значит, уже увидимся непосредственно после соревнований. Это где-то в следующий понедельник. То есть, ну, говорю, чуть больше, чем через неделю. В принципе, все. Ничего не происходит. Сидим, как всегда, на карантине. Делать нечего. Тренироваться, честно, в лом. Ну, я имею в виду, не в зале. То есть, дома даже вот гири есть, но что-то вообще не стоит поднимать их дома. Может быть, потому что есть дискомфорт плечей. В принципе, вся эта ситуация с периодически вылезающими травмами, она порядком надоела. Надо разобраться, что я делаю не так и почему я периодически сыплюсь. Это либо проблема в башке, то есть, какие-то такие психосоматические вещи. Либо реально перегружаю себя физически. Хотя, исходя из своих тренировочных дневников, я понимаю, что я с каждым годом тренируюсь все меньше, меньше и меньше. В плане объема. Поэтому, скорее всего, проблема вот здесь. Но с этим надо будет разбираться. Кроме меня, с этим никто не разберется. В принципе, все. Еще раз. Пока что на канале нет и, наверное, не будет роликов по гирям, по каким-то тренировочным моментам. Пока, на самом деле, на это ни на что не стоит. Если, в принципе, у вас есть какие-то там вопросы-запросы, вы закидываете. Я все это записываю. И как только появится желание и возможность, я сниму ролики на все интересующие темы. А пока вот так вот дрейфуем в стиле разговорного видео. Просто делюсь своим самочувствием, своим каким-то размышлением. Все, ребятки, более не смею отвлекать. Тренируйтесь адекватно, берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok